С активным долголетием отпразднуем столетие! Под таким девизом уже на протяжении пяти лет собираются артёмовцы старшего поколения. На туристическом слёте Покровский привал. Пятый юбилейный сбор ветеранских организаций в этом году объединил 17 команд на территории Пионерской поляны за социально-реабилитационным отделением комплексного центра социального обслуживания населения Артёмовского района. По сложившейся традиции организатором праздника выступили комплексный центр и управление социальной политики по Артёмовскому району при поддержке социальных партнёров. Целью мероприятия организаторы отмечают пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни и долголетия, активного досуга среди граждан пожилого возраста Артёмовского городского округа. Мы рады приветствовать вас на открытии традиционного пятого юбилейного туристического слёта Покровский привал. И в этом году он уже с цифрой 2015. В палатах разноцветных строй у леса и лёгких струн гитарный перезвон. Здесь нету ни билайн, ни МТСа, лишь вон у тех берёзок мегафон. Пусть ждёт нас впереди соревнование, и кто-то будет первый, кто второй. Но ни к чему нам разочарование, коль все получат кубок золотой. На торжественном открытии Покровского привала участников с огромной радостью приветствовали организаторы и приглашённые гости. Так честь поздравить первой была предоставлена Ольге Кузнецовой, главе Артёмовского городского округа. Поздравляю с началом месячника пенсионера. И даём сегодня старт комплексу мероприятий, посвящённых этому месячнику. Уважаемые друзья, сегодня на селекторном совещании заместитель министра социальной политики сказал, что месячник пенсионера – это бренд Свердловской области. Бренд, которого не существует в Российской Федерации, кроме Свердловской области. Я очень рада, что вы занимаете такую активную жизненную позицию, что вы полны сил и духа боевого. Уважаемые друзья, я желаю, конечно же, вам азарта, победы. Я желаю вам праздничного настроения. И хочу поблагодарить комплексный центр «Социальную политику» в лице руководителя Сергея Анатольевича и всех, кто принимает участие в организации этого праздничного мероприятия. Удачи всем, победы, с праздником, дорогие друзья! Поздравляю участников с юбилейным пятым сбором. Сергей Темченков, начальник управления социальной политики по Артемовскому району, отметил рост популярности Покровского привала среди людей пожилого возраста Артемовского городского округа, а также развитие и рост команд-участниц. Инициатива проведения слета уже подхвачена многими муниципалитетами Свердловской области. А команды артемовских ветеранских организаций становятся победителями соревнований на Восточном округе, а также на областных, подчеркнул Сергей Борисович. Мы вступаем с вами в месячник пенсионера, и, конечно, те мероприятия, которые мы с вами запланировали, они будут значимы для вас. Я желаю всем сегодня хорошей погоды, во-первых, это самое важное. Второе, я желаю веселого настроения, будут песни, будет костер, будет радость, будут победы. Ура, что мы здесь сегодня все собрались! Ура! Слова искренней радости о встрече, поздравлении и пожелании прозвучали также от социальных партнеров и гостей мероприятия. Очень рад всех видеть. У меня сложилось впечатление, что мы никуда не расходились. Те же палатки, те же команды. То же настроение боевое. Та же погода. Я хочу передать пламенный привет вам от депутата Максима Иванова. И хочу напомнить, что призы и подарки сегодня предоставил благотворительный фонд Игоря Баринова и Максима Иванова. А командам я желаю победы, хорошего настроения. Я думаю, мы все от вашего участия в сегодняшнем конкурсе будем получать удовольствие. Мы уже пять лет вместе с вами здесь находимся, на этой прекрасной поляне. Здесь сегодня участвует 17 команд. Желаю всем отличного настроения. Победит, как обычно, всегда сильнейший. Дорогие ветераны, дорогие участники слета. Сегодняшний слет наш, это юбилейный. Пятый слет. Все мы свидетели этого праздника. И сегодня я хочу, чтобы такое праздничное настроение, как было прежде, сохранилось. Чтобы победили все. Самое главное, победила дружба. Здоровья всем. Успехов. С праздником. И с днем пенсионера вас, с месячником точнее. Завершил ряд поздравлений своими пожеланиями и напутственными словами Сергей Халямин, директор комплексного центра социального обслуживания населения Артемовского района. Это действительно праздник. Праздник общения. Праздник каких-то соревнований, каких-то достижений над собой, коллективом и так далее. И мы назвали это Бокровский привал. Почему привал? Привал – это отдых, да? То есть отдохнуть от наших будней, повстречаться, повеселиться и так далее. Поэтому я хочу вам пожелать сегодня хорошо отдохнуть, получить заряд хороших эмоций, энергии и с новыми силами, не в сложной нашей жизни решать какие-то проблемы. Далее настало время для действий команд. После торжественного поднятия флага, которое было предоставлено команде победительницы. Туристического слета 2014 года. Ветеранской организации поселка Низивай – Забияки. Все участники дружно представили свои команды в конкурсе «Визитная карточка». Забияки! Бежал, упал, очнулся гиб, увидел маску новой гиб. Мы все препятствия пройдем, наденешь первыми прием. Команда – серебряные ключики. Наш девиз, сгорая сам, свеки другим. Наш девиз, куда хотим, туда воткнемся. Чего хотим, того добьемся. Стоит отметить боевой дух и готовность преодолеть любые препятствия, внушала каждая команда. Даже начавшийся проливной дождь не смог сломить духа и испортить настроение у участников. Здоровья, энергию, силы, здоровья, энергию. Наш девиз, снижение, спорт, наши друзья. Нам стареет, сантерьми, сняй, 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 сняй. Патриоты, нас живи! Сорто в ладони, сердце в руки, мы, патриоты, всегда впереди! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Команда, МПЖ, мы веселые девчата! Патриоты, нас не паузы приезжают, вас нас здесь не отыграет! Ружь на стол не накрывает! Что на той, что жара, что болеть, что она при вас не будет! И про все забудет! Далее четыре человека от каждой команды приступили к участию в туристической полосе препятствий, организованной турклубом «Горизонт». Стоит отметить, чтобы преодолеть каждый из этапов полосы, участникам пришлось проявить всю свою силу, ловкость, смекалку и сообразительность. Пока четверка стреляла из рогатки, собирала палатку, переходила по бревну и ориентировалась на местности. Пятый участник команды, оставшейся в лагере, представлял бивуак и походное блюдо. Бутерброды поднимают настроение, вызывают удивление, полезны, красивы, вкусны, на диво. И куда же на привале без чая? Чай на травах, на яблоках очень полезный, витаминизированный. Бывает, устанешь, не можешь идти, и сил на поход нету более. Но сядешь в костру, выпьешь с дымком чайку, и снова идти можно вроде. У нас подсобное хозяйство есть. Да, все, со своего огорода, со своей дачи, все. А гусей вы разводите, у вас пирога? Конечно. Стоит отметить, конкурс походных блюд «Обед на привале» проходил в каркасной палатке на 30 мест, установленное специально для мероприятия отделом Федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Кроме того, от огнеборцев участников Покровского привала ожидал еще один сюрприз. Так, Артемовским городским отделением ВДПО был организован и успешно проведен конкурс «Пожарная безопасность», в котором приняли участие по одному человеку из команд. В ходе конкурса необходимо было потушить пожар с помощью огнетушителя. После полосы препятствий все команды, дружно собравшись у костра, исполняли походные песни. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...